Это программа День с Толком в студии Ирина Корчегина. Смотрите в этом выпуске. Ожидаемые проверки, уголовные дела, комментарии очевидцев. Подробности трагедии на Барнаульском батуте. Кандидаты из народа, жители Алтайского края, определили, кого они хотят видеть на выборах в Госдуму и региональные парламенты. 500 человек очно, 1000 онлайн. Как проходит постковидный АТР в этом году? 11 человек пострадали, трое погибли в ДТП с автобусом на втором километре трассы в Первомайском районе. Сегодня около 7 утра здесь столкнулись легковой автомобиль Мазда и автобус малой вместимости Ивека. По предварительным данным установлено, что водитель 97-го года рождения, управляя автомобилем Мазда Деми, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Ивека. Погибшие водители и пассажиры легкового автомобиля. Шесть пострадавших госпитализированы в краевую клиническую больницу скорой помощи с травмами средней степени тяжести. Из пострадавших три женщины тяжелые, то есть они в реанимации. У них продолжается лечение и будет в ближайшее время 16-летней пациентке операция сделана по стабилизации позвоночника. Ну и в дальнейшем, когда из шока пациентки выйдут, в разной степени сложности будут оперативные вмешательства на скелет на травм. Один из пострадавших уже выписан из больницы домой. Пяти женщинам госпитализация не потребовалась. Еще пять человек погибли сегодня на трассе у села Мартынова. Лоб в лоб столкнулись две легковушки Ниссан и Субара. Из шести человек, которые находились в автомобилях, выжила лишь 15-летняя девочка. Возрасты и личности погибших устанавливаются. И вот новая информация о пострадавших накануне на Батуте в краевой столице. Одна из девочек подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У обеих состояние по-прежнему тяжелое. Скоро начнутся прогурорские проверки. Подробности у Андрея Дрейра. Здесь это и произошло. За моей спиной стоял надувной Батут. Как раз в преддверии Дня защиты детей. Одним вечером он неожиданно срывается и перебрасывает двух девочек трех и четырех лет через этот забор прямо на трамвайные пути. Вот то самое видео с камеры торгового центра. Батут буквально взмывает. Версий несколько. Либо взрыв от повышенного давления, либо порыв ветра. Очевидцы расходятся во мнениях, но в одном согласны. Было жутко. Там очень много было криков, много было стонов, много было плачу. Так что здесь скорые были, три скорых было, и милиция, и две пожарки. Здесь очень много было народу и было очень страшно. Батут поднялся, дети на трамвайной линии. Ну, вот. Ну, все держали, помогали друг другу. Там были дети же внутри. Очевидцы помогли. Скорая доставила девочек в первую городскую больницу. Их состояние медики оценивают как тяжелое. В настоящее время девочки проходят лечение в отделении реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Одна из пострадавших находится на ИВЛ. Детям проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры. Сдулись как один. Может быть, все батуты сейчас спущены в Барнауле, потому что начало рабочей недели, все-таки понедельник. А может быть, потому что именно после таких несчастных случаев и начинаются в городе проверки. Установлен владелец батута, индивидуальный предприниматель из города Барнаула. Следователи провели обыски по месту его жительства и работы, а также допросили. Назначен ряд экспертиз, судебно-медицинское, криминалистические и технические, которые позволят следователям установить степень износа батута. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья. СУСК завел еще одно. Теперь о халатности чиновников, которые должны были контролировать безопасность детских аттракционов. Андрей Дриер, Дмитрий Денисов. День с толком. И вновь вернемся на дороги региона и назовем лишь несколько цифр. 41 ребенок пострадал в ДТП за последние 4 месяца, и это лишь в Барнауле. Почти каждый день в соцсетях мы видим кадры столкновения, и кажется, это уже становится большой проблемой. Наша 11-летняя героиня, например, перечеркнула все свое лето, торопилась за игрушкой в магазин. Вообще не пострадал самокат. Так что лучше бы он развалился, чем вот Юлина нога. Двойной перелом ноги, две операции. Юля уже полмесяца в гипсе, впереди еще полтора. Спать неудобно, ногу не развернуть, все лето на диване. Она пришла со школы, ну и сказала, что привезли игрушки в магазин. Вот новые, сейчас они за ними все гоняются. И все, собралась и полетела. Побежала, а минут через пять звонок на телефон. Полтора месяца, еще потом месяц ходить на костылях без гипса. Поехала через пешеходный переход. Там на половине дороги стояла вот эта, ну машина стояла. И шла тетенька. Я думала, что за ней успею проскочить, а вот не успела. Есть такое поверье, чем ближе к лету, тем больше ДТП с детьми, которые уже не заняты школой и домашним заданием. За четыре месяца 2021 года на территории города Барнаула с участием несовершеннолетних зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 41 ребенок получил телесные повреждения различной степени тяжести. Основная масса дорожно-транспортных происшествий произошла на пешеходных переходах. Эта акция сотрудников ГИБДД еще один повод напомнить, где можно кататься на велосипеде. Зачем нужны шлем на колене, кинолокотнике. Как бы банально не звучали правила поведения на дороге, но именно они и решают чьи-то судьбы. Красный свет, что он означает, светофоры? Стоять. А на какой переходить можно? На зеленый. И вроде все все знают, не только взрослые, даже четырехлетние дети. Только вот такие видео появляются в соцсетях чуть ли не каждый день. В основном пропускают, за что спасибо, можно сказать. Но случаи, конечно, бывают. Просто элементарно водителя не видят. При этом не все пешеходные переходы в Барнауле могут похвастаться своей безопасностью. Например, этот на улице Партизанская. Когда человек подходит к зебре, особенно если он небольшого роста или тем более ребенок, его практически не видно. Поэтому в том числе здесь и на всех дорогах и водители пешеход должны постоянно помнить о непредсказуемых ситуациях. Госавтоинспекция города Барнаула обращается к водителям с убедительной просьбой при проезде пешеходных переходов остановок общественного транспорта и образовательных организаций заранее снижать скоростной режим. Уважаемые пешеходы, помните, ни один пешеходный переход вам не гарантирует безопасности. Юле еще повезло, она отделалась двумя переломами. А ведь последствия могли быть куда страшнее. Кстати, самокат в этой семье решили продать. В Горный Алтай хотели съездить. И дача стоит, все стоит. Вот только с ней теперь. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. К другим темам. В минувшее воскресенье в России прошел праймерис Единой России. Это единственная партия в стране, которая организует предварительное голосование для внутреннего отбора кандидатов для выборов в Госдуму и региональные парламенты. И остались в стороне и жители Алтайского края. Самое масштабное предварительное голосование. Так говорят в Единой России. С 24 по 30 мая в праймерис партии приняло участие около 10 миллионов россиян, большинство онлайн. Так на Алтае через интернет свой голос отдали почти 80 тысяч человек. Но наш край стал одним из двух сибирских регионов, где проводили смешанный формат праймерис. И тех, кому дорого живое волеизъявление, ждали на участках воскресенье. В большинстве случаев я предпочитаю новую фамилию. А почему? Новые лица. Это интересно, это позитивно. Тем более от партии на Россию. И люди, которые выступают за продолжение нашего развития города, развития края. Соответственно, не простые люди. Они вкладывают в это много сил. Я считаю, мы со своей стороны как народ должны поддерживать их. Праймерис создан для внутрипартийного отбора кандидатов от Единой России на выборы в федеральный и региональный парламент. В этом году организаторы отметили небывалый интерес среди тех, кто готов себя выдвинуть. Очень активный был период выдвижения. Практически на 30% больше, чем это было в 2016 году. В целом, если брать Государственную Думу, в два раза больше, чем в 2016 году. Выбираем из 438 кандидатов именно тех единомышленников партии. И мы процедуру предварительного голосования проводим для того, чтобы как раз позволить не просто в кабинете определить, кто пойдет от нас на выборы, а чтобы жители именно определили, а кандидаты могли с друг другом в конкурентных, честных условиях посореноваться. Четыре бюллетеня. Соответственно, два по спискам. Два одномандатные кандидаты. По одномандатным округам кандидаты наши. Ну и пусть победят сильнейшие. По словам руководителей организации, на территории которых в воскресенье базировались счетные, а не участковые избирательные комиссии, так они называются в рамках праймерис, жители лишь недавно разобрались, как работает предварительное голосование. Было очень сложно объяснить людям, что такое. Они путали этот процесс именно с выборами. Это не срез, не анализ, а именно выборы. Вот сейчас уже действительно люди понимают. Нам необходимо поддержать действующих депутатов. И люди видят их работу. Наш район начал развиваться в последнее время очень хорошо. И наши депутаты в этом очень помогают. И не только району в целом, но и жителям каждому. И мне в том числе. Поэтому не проголосовать я просто не могла. И сейчас проголосую, и обязательно приду осенью. Итоги праймерис озвучат в ближайшее время. Однако это еще нельзя будет назвать победой. Утверждать кандидатов в Госдуму будут в Москве. А в Краевое сайт собрания в региональном отделении партии в конце июня. Анастасия Дороган, Алексей Презин. День с толком. Как стало известно, всего проголосовало 228 тысяч человек. 155 тысяч это сделали очно, на участках. Остальные отдавали голоса в течение недели, в электронном варианте. И переходим сразу к другой теме. Предстоящая застройка территории речного вокзала. Сейчас одна из главных тем, обсуждаемых в Барнауле. В связи с этим у общественников и журналистов возникают вопросы. Например, в каком состоянии находится сейчас здание речпорта. И когда начнут демонтаж. Зачем там уже сейчас что-то копают. Что будет с уникальной флорентийской мозаикой. И самое важное, будет ли у барнаульцев доступ к обновленной набережной. Или на ее месте появится элитный закрытый двор с выходом на обь. На эти и другие вопросы ответил Надар Шония, гендиректор компании «Застройщика». Много разговора ведет о том, что здание какое-то там историческое или еще что-то там ценность какую-то имеет. Я, как вы знаете, приобрел это здание буквально там полгода тому назад. Все, что здесь было сделано, это было сделано до меня. Как речпорт, оно уже давно не существует. Речпорт, мы отсюда даже можем увидеть. Речпорт, он перенесли вот на ту сторону. И там же организовано зал ожидания. И там же билеты, где люди могут покупать и так далее. Что касается самого здания. Мы сюда приглашали из института проектирования. Здание находится в неудовлетворительном состоянии. В полуаварийном состоянии. Поэтому вообще-то в любое здание имеет свой срок износа. Я сейчас не буду говорить здесь о конкретных каких-то сроках. Но в целом сегодня здание находится что в конструктивной части, что в состоянии внутренних и наружных, интерьерных вещей. Оно в таком плачевном состоянии находится, я бы сказал. На сегодняшний день мы приступили уже и взяли образцы грунтов на глубине до 80 метров. И образцы грунтов переданы сегодня в лабораторию в Москву. С точки зрения безопасности, чтобы исследования были проведены для того, чтобы понять, какой высоты здания здесь может быть в принципе вообще построено. Снос будет осуществляться двумя этапами. Мы сейчас разрабатываем проект демонтажа. Для чего мы на два этапа разбили. На сегодняшний день нам необходимо продолжить исследование грунтов уже непосредственно вот в этой части, где это здание стоит. А вторым этапом мы уже будем демонтировать основной корпус. Это, наверное, ориентировочно там где-то август-сентябрь. Много разговоров в городе, в прессе появляется о том, что будет с мозаикой, что выкинут на улицу и так далее. Но мы, в свою очередь, обменялись писем с культурой краевым. На сегодняшний день есть понимание о том, что эта мозаика будет сдемонтирована нами и будет передана культуре Алтайского края. Мы внимательно тоже следим над тем, что сегодня город проектирует по набережной. Мы, когда город закончит проектирование, мы однозначно тот проект, который будет реализовываться, мы берем во внимание для того, чтобы впоследствии вот эта наша часть набережная, оно было соединено правильно там со всеми пониманиями концепции, там архитектуры и так далее, соединено с набережной, которая город с той стороны, в эту сторону движется. Как люди будут попадать на набережную? Мы сейчас проработали генплан, мы сейчас какой высоты зданий и так далее, конкретной концепции утвержденной нету, но у нас есть понимание, как люди, приезжая на общественном транспорте, как они могут попадать на набережную, люди, которые на своем транспорте, тоже будут приезжать, как они будут попадать. Вот это все мы основательно разъясним, и мы будем размещать для того, чтобы люди видели, что мы все-таки думаем о людях. В итоге речное судоходство в Барнауле останется, у горожан будет свободный доступ к обновленной набережной, а мозаика переедет в новое место. Какое решат чиновники. Кстати, кроме прочего, гендиректор-застройщик рассказал, что мнение ведущих городских архитекторов и общественников будут учитывать при разработке проекта. Продолжим. Молодежный форум «Алтай. Территория развития» в 13-й раз объединяет молодежь со всей России. В этом году он проходит в Алтайском районе. Среди участников начинающие журналисты, предприниматели, добровольцы. На месте событий сейчас находится наш корреспондент Анара Шагирова. Передаю ей слово. Коллеги, здравствуйте. Мы сейчас находимся на берегу озера Ая. Кстати, это площадка новая. В прошлые годы АТР проходил в Белокурихе и объединял участников не только из разных регионов России, но и из зарубежных стран. Ковидный 2020 год дал о себе знать, и АТР прошлого года проходил в режиме онлайн. В этом году организаторы решили применить полученный опыт. Так, 500 человек примут участие в форуме очно. И еще тысячи участников присоединятся онлайн. Это молодежные лидеры от 18 до 35 лет. Участников ждет 10 образовательных площадок, на которых они поговорят о студенческом самоуправлении, о проблемах медиасферы, обсудят проблемы межнационального взаимодействия и, конечно, получат советы в области предпринимательства. Буквально вчера состоялся заезд гостей. Сегодня уже начали работать образовательные площадки. Остается добавить, что атмосфера здесь праздничная, все улыбаются, погода так и шепчет, а жизнь на АТРе сейчас бурлит. Коллеги, передаю слово в студию. Сегодня школьники сдают первые единые госэкзамены. Пишут химию, географию и литературу. Впереди учеников ждут испытания по русскому и математике. В этом году ЕГЭ проходит в привычное время. В минувшем из-за пандемии его переносили на июль. Однако во всех школьных аудиториях, а их более тысячи по краю, по-прежнему соблюдаются меры безопасности. Будут в аудиториях размещены рециркуляторы, которые могут работать и во время проведения экзамена. У нас точно также сохраняются санитайзеры, которые наполнены жидкостью для обработки рук. Мы предлагаем выпускникам надеть маски, но это по их желанию. Кстати, из новшеств этого года, если за ЕГЭ ученик получит неудовлетворительно, пересдать экзамен можно будет только в следующем году. Всего сдающих ЕГЭ в крае более 13 тысяч, и это не только выпускники школ. Продолжим. За пять лет в России потребление табака снизилось на 14%. Но несмотря на это, мы остаемся самой курящей страной в мире. Сегодня об этом заявили врачи на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню без табака. Среди учащихся школ курят 10%. Среди учащихся вузов 20%. Самый высокий процент среди тех, кто обучается в колледжах и училищах. Основной мотив, когда человек начинает употреблять табак, это за компанию и за любопытство. И положительным также фактором всех тех антитабачных мероприятий и законодательных мер является то, что, судя по исследованиям, первая проба табака, сегодня она повысилась. И в среднем это происходит в 13 лет. Ходя раньше, до принятия антитабачных законодательств, это первая проба, приходилось на возраст в 10-11 лет. Согласно социальным опросам, чаще всего табак употребляют мужчины на 41% больше, чем женщины. Сегодня еще раз напомнили, когда наступает никотиновая зависимость. Курение развивает сердечно-сосудистые и онкозаболевания, а также наносит вред нервной системе. А теперь о приятном. В Барнауле прошли премьерные показы спектакля «Интуиция». Художественным руководителем выступил Константин Хабенский. Он, а также режиссер и автор текста ответили на вопросы алтайских журналистов. А моему коллеге Андрею Дрейру удалось побывать на спектакле. Ему слово. Представьте, что после смерти вас вернут на землю на день, чтобы вы успели сделать что-то очень важное. Только одно условие – вы забудете, что уже умирали, останется лишь «Интуиция». Не, а вы шутили еще скорейше. Музыку выбирали на два оборота. Дошутились. Тема для сюжета не новая, но интересно другое. Премьеру спектакля «Интуиция» решили показать в Барнауле и с барнаульской труппой. Режиссером стал Максим Чащин, а худруком – Константин Хабенский. Художественный руководитель, отвечая на вопросы о недоработках спектакля, рассказал, что постановку шлифуют в процессе. Профессиональный критик, на мой взгляд, профессиональный театральный критик, должен смотреть спектакль на премьере и спустя год. Для того, чтобы иметь представление о том, жив спектакль, как он живет, или премьера – это была лучшая пора этого спектакля. А ведь автор пьесы Александр Цыпкин планирует добавлять и заменять персонажей. В этом и суть спектакля – он интерактивный. На сайте писателя каждый зритель сам может проголосовать. Из 13 героев выбирают одного, которому стоит подарить еще день жизни. То есть голосование – понять, кому сочувствует российский человек. Я это называю самые искренние выборы в нашей стране. Потому что в разных городах результат голосования разный. Соответственно, будут добавляться персонажи, будут добавляться разные истории, разные судьбы. Интуицию планируют поставить в каком-нибудь московском театре, уже с московской труппой. Тогда и сравним, каким персонажам сочувствуют в Москве, а каким в Барнауле. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. 29 ветеранов бесплатно проверили зрение и получили новые очки. Акция была организована оптикой iCraft в рамках социального проекта. Мероприятие прошло впервые, но ветераны надеются, что в будущем получится продолжить сотрудничество. Подробнее в сюжете. Илбом прям упирайтесь. Проверить зрение и подобрать новую оправу. Именно для этого ветераны пришли в оптику. Многие признаются, не меняли очки несколько лет, уже и не надеялись, что это произойдет. Слишком дорогое удовольствие для пенсионеров. Но здесь помогли и взяли все расходы на себя. Позиция лидера отрасли накладывает на компанию iCraft определенные социальные обязательства. И наша компания традиционно участвует в программе социальной помощи. Хорошее зрение важно для полноценной жизни и особенно ценно для пожилых людей. Мы рады быть полезными нашим дорогим ветеранам. От всей души желаем благополучия, крепкого здоровья и бодрости духа. Участниками акции в Барнауле стали 29 человек. Компания iCraft с 2019 года реализует федеральный благотворительный проект по поддержке здоровья зрения россиян. И ветераны верят, про них не забудут и в будущем. Тем более, что большую помощь в организации таких акций оказывает комитет ветеранов. Мы стараемся все сделать для того, чтобы ветеранам жилось как можно легче. Чтобы они чувствовали заботу о них со стороны как общественной организации, так и юно-армейцев, волонтеров, еще раз повторюсь, и других организаций, вот как iCraft. Значимость акции оценили и в Министерстве социальной защиты региона. Благодарственные письма получили все организаторы мероприятия. Примитесь искреннюю признательность за реализацию и поддержку социального проекта «Ветераны» на территории города Барнаула и Алтайского края. За помощь и содействие ветеранскому движению. В холе кинотеатра «Пионер» ветеранов их очки уже ждали для вручения. Все изготовлены по индивидуальному рецепту, чтобы сохранить зрение пенсионеров. Нина Степановна носит очки уже не первое десятилетие, но, говорит, с таким сервисом столкнулась впервые. Вот я сейчас надела их и очень хорошо в них вижу. Я очень благодарна. Помимо подарков физических и осязаемых, ветераны получили и культурно значимое. Для них был организован закрытый показ военной драмы «Девятаев». Прищуриваться при просмотре не пришлось никому. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в социальных сетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. До встречи в эфире.